Наконец-то в мои руки попал топовый девайс от топового производителя. Всем привет! Меня зовут Глеб, а с вами, как всегда, сигарет нет. Сейчас я расскажу вам про девайс от компании Wupu под названием Track X+. Девайс поставляется в черной картонной упаковке. На лицевой стороне изображен сам девайс, есть логотип компании и название модели. На противоположной стороне указана комплектация и есть специальный скритч-код, который позволит проверить оригинальность девайса. Открыв коробку, мы сразу же видим девайс в разобранном состоянии. Под поролоном нас встретит небольшая коробка с кабелем USB Type-C, двумя испарителями и довольно большой и подробной инструкцией. Внешний вид драга хорош, он стильный и в меру строгий. Корпус мода выполнен из металла и украшен кожаной вставкой. Она покрывает большую часть корпуса. Собрано отлично, ничего не скрипит, не гудит, не люфтит и никаких зазоров я не нашел. Грани на передней панели четкие и острые, а на противоположной стороне слегка скруглены, что делает удержание девайса максимально приятным и комфортным. На задней части мода, а именно на кожаной вставке, есть тиснение с названием девайса. Драг X Plus доступен в двух цветах, либо черном, либо стальном. Кожаная проставка может быть в четырех цветах, черной, серой, синей и коричневой. На лицевой панели находится довольно большая и очень удобная кнопка Fire. Чуть ниже расположился цветной информативный дисплей. Еще ниже находятся кнопки управления и в самом низу разместился разъем USB Type-C. Наверху располагается 510-й коннектор с приличным запасом по посадке. На данный девайс отлично сядут практически все современные атомайзеры. Крышка аккумуляторного отсека находится в самой нижней части устройства. Драг X работает на одном сменном аккумуляторе. Можно установить как аккумулятор формата 18650 при помощи специальной проставки, либо же поставить сюда аккумулятор формата 21700. К слову, мод заряжается силой тока в 2 А, а это означает, что долго ждать зарядки аккумуляторов нам не придется. Технические характеристики и возможности этого девайса нельзя назвать потрясающими. Но для одноаккумуляторного мода их вполне достаточно. Мощность драга может настраиваться в диапазоне от 5 до 100 Вт. Рабочее сопротивление на этом девайсе от 0,1 до 3 Ом. По режимам работы здесь все просто. Есть умный режим, который самостоятельно настраивает мощность под сопротивление на испарителе, либо же на намотке. И самый простой вариват, когда вы сами настраиваете мощность. Объем бака может варьироваться от 2 до 5,5 мл. Все зависит от той версии, которую вы приобрели. Работает на сменных испарителях на сетке. И стоит заметить, они довольно вкусные. Еще этот бак обладает полноценной регулировкой обдува. Поскольку верхняя часть бака, а именно картридж, является съемным, его можно поменять на версию P&P, которая уже в свою очередь обладает просто огромным количеством различных испарителей. Либо же вообще отказаться от комплектного бака и приобрести себе какую-нибудь вкусную дрипку, либо же сирену, если хотите сигаретную затяжку, или если хотите получить максимальное наслаждение от вкуса и огромного количества пара, взять на него какого-нибудь ZEVSA. В конце ролика я могу смело сказать, что данный девайс подойдет как пользователям со стажем, поскольку на него можно накрутить какой-нибудь ZEVSA, как я уже говорил ранее, или же сирену, и создать из него довольно приятный и красивый сигаретный сетап. Либо же, если вы новичок, вы приобретаете такой мод, и все, вам нужно поставить аккумулятор, заправить его жидкостью, и готово. У вас крутой девайс с довольно маленьким, но очень полезным функционалом, с крутой вкусопередачей и никотинопередачей, и довольно объемными аккумуляторами, которых реально смело хватит на целый день парения. Спасибо за просмотр, с вами был Глеб, и сигарет нет, и до встречи на нашем канале.